В предыдущем эпизоде мы показали, как Запад относится к рабству, и то, что рабы до сих пор существуют в разных частях мира. А теперь речь пойдёт об исламе и рабстве. Ислам пришёл, когда народы находились в состоянии невежества между искажёнными и ложными религиями. Люди были разделены на касты, на жестоких хозяев и презираемых рабов. У арабов, как и у других соседних народов, было нормальным иметь рабов и рабынь и унижать их, пока не пришёл благочестивый пророк, мир ему и богословение Аллаха, и не установил справедливость среди людей, как старых, так и молодых, не отдавая предпочтения цвета кожи или расти. Возможно, воспринимаемый людьми стереотип рабов и рабынь, который возник в головах у людей вследствие описания СМИ, сыграл важную роль в формировании чувства отвращения и неприязни, когда говорится, что Ислам не запретил рабство. Это негативное восприятие ситуации Ислама по отношению к рабству ещё больше усилилось заявлениями антиисламистов, которые проводят нападки на Ислам и его пророка по этому поводу. Ислам и порабощение людей. И не только это. Ислам также запретил порабощение свободного человека. Знаете ли вы, что пророк, мир ему и богословение Аллаха, прямо запретил продажу или порабощение свободного человека? Он сказал, в день воскресения я буду противостоять трём типам людей. И среди них он упомянул того, кто продаёт свободного человека в рабство. Но здесь возникает вопрос. Если такова ситуация в Исламе, то почему пророка и его сподвижников были рабы? И прежде чем ответить на этот вопрос, мы верим в то, что Ислам является последней религией. И его законы различаются в зависимости от разных проблем. И того, насколько он соответствует обстоятельствам людей, которым он был неспослан, обращая на них внимание, дабы облегчить им. И точно так же, как менялись законы по разным вопросам в зависимости от времени принятия законодательства, от ступени дозволенности до запрета, как в случае запрета на спиртное, и обязательства пяти молитв и других поклонений и действий. Также Ислам совершенно иначе отнёсся к проблеме рабов, когда она была в таком состоянии. Особенно, когда это явление укоренилось и стало обычным для всего человечества. Поэтому, когда пришёл Ислам, его мудрый законодатель по-другому поступил с теми, кто изначально был рабом. Говорит имам Ат-Тахир ибн Ашур, Ислам добился совмещения двух своих целей распространения свободы и поддержания системы мира, то есть его баланса, во времени с послания Откровения. Таким образом, он подчинил факторам свободы факторы рабства, чтобы бороться с ним путём минимизации и лечения. И этот вопрос был подробно рассмотрен профессором Мухаммадом Худбом в его книге «Сомнительности и подозрения вокруг Ислама». Осушение истоков рабства. Ислам использовал другую философию, которая в общем стремилась вести к минимуму причины распространения рабства и способствовала освобождению рабов. Законодатель включил освобождение рабов в число основных способов искупления в различных аспектах религии. Он связал освобождение рабов с двумя великими столпами Ислама. Он посвятил одной из категорий заката освобождению рабов. А в посте пророк Мирьему предпочитал освобождение рабов как искупление за отмену поста половым актом днём во время Рамадана. А также в искуплении за убитого, то освобождение рабов также считается способом искупления. Значит, что для искупления убийства жизни нужно пощадить другую жизнь, освободив раба. И также мы обнаруживаем в голове лихар, то есть воздержание полового акта с женой, что искупление освобождением рабов более предпочтительно посту и кормлению нуждающихся. Для искупления клятвы законодатель уравнял между освобождением раба и кормлением, и обеспечением одеждой нуждающихся. И также во многих других аспектах религии. Где законодатель обязывал и поощрял и оставил шансы для освобождения рабов. И мудрый законодатель не ограничивался только этими правилами искупления. Но он также связал вопрос об освобождении рабов с великими актами поклонения. И из их числа, что пророк сказал, что награда за обход Кабы равна освобождению раба. И также сделал награду тому, кто освободит раба спасения от ада. Когда он сказал, «Любой мусульманин, который освобождает другого мусульманина, Аллах освободит от адского огня один орган его тела за каждый орган другого». И Аллах также приказал тем, кто владеет рабами, которые хотят освободиться за определенную сумму денег, принять ее от них. «Как сказал Всевышний Аллах, если невольники, которыми овладели ваши десницы, хотят получить письмо о сумме выкупа, то дайте им такое письмо, если вы нашли в них добрые качества, и одарите их из имущества Аллаха, которое он даровал вам». Ислам не ограничился на этом. Но также он сделал великой ответственность владения рабами и запретил им причинять физический или психологический вред. И пророк, мир ему и богословение Аллаха, запретил использовать даже слово «раб» или «рабыня». Как он сказал, «Никто из вас не должен говорить, «Мой раб Абди» или «Моя рабыня Амати». Все вы рабы Аллаха. Все ваши женщины рабы не Аллаха. Но скорее вы должны говорить, «Мой мальчик» или «Моя девочка», или «Мой парень» или «Моя девушка». Но он даже сделал искуплением за любой физический вред, нанес он на рабу его освобождение. И когда пророк увидел, что один из его сподвижников причинил боль своему рабу, он сказал ему, «Помни, что Аллах господствует над тобой больше, чем ты над ним». И Абу Масуд сказал, «О посланник Аллаха, я освободил его ради Аллаха». После этого пророк, мир ему и богословение, сказал, «Если бы ты этого не сделал, для тебя открылся бы ад, или огонь сжёг бы тебя». Но пророк запретил перегружать их работой, которую они не могут выполнить, и приказал хозяевам кормить их той же пищей, которую они едят, и одевать их из той же одежды, которую они носят. И пророк, мир ему и богословение, сказал, «Ваши рабы — это ваши братья. Аллах поставил их под вашу власть. Тот, у кого есть брат, должен кормить его тем, что ест он, и одевать его из того, что носит он, и не обременять их за пределами их возможностей. И если вы обременяете их, то помогайте им». Поэтому среди сподвижников достопочтенного пророка мир ему были те, которые одевали одинаковую одежду, как и их рабы, чтобы следовать наставлениям пророка. И со временем миллионы людей были освобождены благодаря предудыщим законодательствам. Потому что ислам сузил возможности порабощения и увеличил количество способов освобождения рабов благодаря его политике и распространению свободы. И поэтому главная проблема раздора между пророком и арабами была в том, что в его послании нет различий между хозяевами и рабами. И что превосходство в видении этой религии было для самых праведных и богобоязненных последователей Аллаха. Как сказал пророк, «И у араба нет преимущества перед иностранцем, кроме как по богобоязненности, а не из-за денег или социального статуса человека». Как до этого относились к людям многие нации, среди которых были арабы. И классифицировали людей на основе этих факторов. И поэтому шейх Мухаммад Аль-Газали сказал, «Ислам пришел и обнаружил рабство. И тогда он предложил причины для освобождения рабов, чтобы положить конец рабству. Но история мусульман гордится тем, что у нее есть великие ученые и правители, которые были рабами или их родители. И это не помешало им добиться прогресса в науке и руководить людьми. И распространение рабства до ислама было обычным явлением на востоке и на западе. И ислам косвенно повлиял на это явление, что привело к освобождению людей и смягчению сердец рабовладельцев до освобождения рабов в поисках и награды Аллаха. И это не новый путь, с которым пришел ислам. И сколько раз пророк, да богословит Аллаха приветствует, избегал делать вещи из-за боязни того, что это может быть тяжелым для людей или вызвать у них подозрения в их религии, потому что они были новообращенцами. Например, когда он не стал восстанавливать Каабу на фундаменте Ибрахима, мир ему. Почему шариат не запретил его полностью? Что касается вопрос о том, почему ислам оставил дверь рабства открытой в войнах после того, как мусульманам попали пленники? На этот вопрос есть много ответов. Среди этих ответов ответ доктора Мухаммада Салима аль-Алюа, когда он сказал, рабство осталось, потому что народы, которые воевали с нами, забирали у нас людей в рабство. Если бы мы запретили брать их в рабство, мы бы потеряли важный фактор в запугивании и сдерживании врага. Поэтому у них оставался страх попасть в плен из-за этой войны. Ислам не отменял рабство, потому что в то время оно было частью мирового права войны. И у врагов было принято то, что они должны брать в рабство мужчин, женщин и детей мусульман. Поэтому мы должны были относиться к ним так же, чтобы запугать их этим рабством, которое очень неприятно арабам. И самый лучший пример этого это то, как с пленами обращаются в современных тюрьмах. И все разнообразные способы терроризирования и пыток, которым подвергаются захваченные во время войн или других обстоятельств. И так же рассказы о пленных Второй мировой войны не так уж далеки от нас. И лучший свидетель этого это то, чему в недавнее время подвергались пленные Гуантанамо. Есть еще один факт, который нельзя упускать, что некоторые исламские законы неизменны. Они никогда не меняются по времени, месту или обстоятельствам. В то время как другие законы могут меняться в зависимости от времени и обстоятельств. Среди этих законов аспекты законодательной политики, которые включают рабство. И это вопрос, где мусульмане берут во внимание время, в котором они живут. И то, что соответствует их условиям. И они не связаны условиями другого времени. И это из-за обширности последней религии, которая сошла на все времена и места. После этой небольшой презентации можете ли вы по-прежнему верить стереотипу, который был распространен в других цивилизациях до ислама и сравнивать его с тем, что представляет собой рабство в исламе и как он относится к нему? И правильно ли проводить сравнение между тем, с чем пришел ислам и стереотипом в головах людей, согласно которому господин забивает своего раба плетью до смерти? Или оно не похоже на распространяемый в медиа стереотип и дело обстоит так, как говорит доктор Аль-Алюа. Ислам не изобретал и не узаканивал рабство и не призывал к нему. Но ислам пришел, когда рабство было обычным явлением и экономика опиралась на рабов, которыми владели люди. И когда они воевали между друг другом, они превращали друг друга в рабов. И тогда ислам предоставил причины для освобождения рабов, чтобы положить конец этому рабству. И поэтому мы обнаруживаем, что со временем рабство уменьшилось во многих уголках мира, в которые вступил ислам. Не беспокоя эти общества и без вступления в войны, чтобы убедить их в этом принципе, который укоренен в человечестве и его истории. И действительность говорит нам о том, что он будет сохраняться до наступления судного дня, даже если в небольших количествах. И таким образом ислам был самым праведным и честным советчиком человечества с самого начала, когда он реалистично отнесся к рабству и рабам. И он принял во внимание обстоятельство людей. Он постоянно поощрял освобождение рабов, когда находился шанс, и запрещал любую несправедливость к человеческой жизни в соответствии с указаниями Аллаха. «О люди, воистину мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга. И сам почитаем и перед Аллахом среди вас наиболее богобоязненный, воистину Аллах знающий и ведающий». Ассаламу алейкум, братья и шустры. Это автор канала «Призыв Дава». Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский дават. И иншаллах, Аллах наградит вас за это. Ассаламу алейкум.